Здравствуйте дорогие друзья! И сегодня я хочу с вами поделиться очень интересным рецептом медовика. Выпекается он как обычный бисквит, не требует раскатки. Все происходит гораздо быстрее, чем с обычным медовиком. Надеюсь, что данный рецепт вам понравится. Ну что ж, не буду вас томить, давайте будем начинать. Для теста нам понадобится 50 грамм сливочного масла и 50 грамм растительного. Также 2 яйца, 2 столовые ложки меда, 300 грамм муки, 200 грамм сметаны, сода 1 чайной ложки без горки, соль 0,5 чайной ложки и 150 грамм сахара. В сотейник с толстым дном добавляем мед, масло, сливочное и растительное, также соль, сахар и топим на среднем огне. Постоянно помешивая, чтобы мед наш не кипел, а сахар растворился как можно быстрее. Как только наша масса стала однородной, всыпаем соду и опять же продолжаем непрерывно помешивать, пока не добьемся цвета карамели. Для этого нам понадобится буквально 1-2 минутки. После чего массу снимаем с огня и остужаем приблизительно до 60 градусов. Добавляем сметану и опять вымешиваем до полной однородности. Теперь поочередно добавляем яйцо и хорошо вымешиваем нашу смесь. Предварительно просеянную муку высыпаем небольшими порциями в наш сотейник и хорошо вымешиваем, для того, чтобы в тесте не было комочков. Возможно вам понадобится не вся мука, потому что тут многое зависит от клейковины. И поэтому чем больше вы муки добавите, тем более густое будет ваше тесто. А от этого может зависеть насколько пышное оно будет и насколько хорошо оно поднимется в итоге после выпечки. Готовое тесто разделяем на две формы диаметром 18 сантиметров и выпекаем при температуре 170 градусов приблизительно 25-30 минут. Готовность проверяем на сухую зубочистку. Каждый корж разрезала на три части, но можно разрезать и на две, тогда они будут более пышненькие. Вот такой внутри наш медовик. Надеюсь, что данный рецепт вам понравился и вы поставите ему свои лайки. Также, конечно же, буду ждать ваших комментариев. Ну и как всегда, если вы были со мной впервые, значит обязательно подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не упустить новых видео. На сегодня все. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok